Перед началом оперативного совещания глава района Алексей Валов поздравил щелковских журналистов с профессиональным праздником, Днем Российской Печати, который отмечался 13 января. Среди награжденных грамотами главы, в том числе и сотрудники щелковского телевидения. Это оперативное совещание первое не только в новом году, но и первое в городском округе Щелково. За столом президиума уже не главы и председатели советов депутатов городских и сельских поселений, а руководители территориальных органов администрации муниципалитета. В частности, бывший глава «Медвежьих озер» Владимир Канахин теперь советник-эксперт главы района по вопросам ЖКХ и развитию территорий и наделен весьма широкими полномочиями. У нас есть пересоветник главы Канахина Владимир Николаевич, указание которого есть приказом для любого должностного лица, кроме первого заместителя, там был Наталья Владимировна, для исполнения по всем вопросам, в том числе и по вопросам, в первую очередь, конечно же, журналисты. Владимиру Николаевичу уже поручили взять на контроль вступление всех управляющих компаний в единую диспетчерскую службу. В продолжение темы ЖКХ обсудили планы по выполнению программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Ежегодно в муниципалитете должны ремонтироваться не менее 10% дворов. Список на этот год составил 40 адресов. На Щелково 24 двора, Фрианово 4, Загорянский 2, Мунино 5, Лугодневская 1, Гребенская 1, Хребенское поселение 3. Адресный перечень у нас сформирован на сайте администрации. Согласован с МИН ЖКХ, включен в государственную программу Московской области о формировании современной комфортной городской среды. С 1 января Подмосковье перешло на новый экологический стандарт сбора и переработки отходов. До конца января региональный оператор обещает завершить переоборудование контейнерных площадок, оснастить их баками и сетками для сухого мусора. Из 160 площадок 54 уже подготовлены. Идет процесс подписания договоров на сбор и вывоз отходов с садовыми и дачными кооперативами. Готовится к новой системе и частный сектор. В частном секторе по раздельному сбору мусора прорабатываем вопрос по установке новых контейнерных площадок совместно с управлением ЖКХ. Еще одно новшество. Отслужившие свое новогодние елки жителям предлагают сдать на переработку, для чего в городском округе организованы специальные пункты приема. Есть они в частности в Щелкове-7, на улицах Институтская, Беляева, Комарова, Заречная. Древесину будут дробить на щепу и использовать в разных хозяйственных целях. Зам. Главы администрации Ирина Иванова призвала и своих коллег, и всех жителей вставать на коньки и лыжи, для чего на всей территории городского округа работают катки, хоккейные площадки, лыжные трассы. Что касается лыжных трасс, их на территории городского округа в настоящий момент 14. Пять из них расположены в лесных массивах, девять на стадионах. Все стадионные трассы освещены. Протяженность трасс от 400 метров до 7 километров. Самое массовое посещение у нас в городском поселении Прянова, это две трассы в деревне Головино. На этих трассах работает прокат оборудования. Городской округ Щелково готов к проведению крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Проработаны все вопросы от подготовки мест купаний до обеспечения безопасности. На территории городского округа Щелково будет организовано и оборудовано 13 купелей, 10 на открытых водоемах и 3 купели при храмах. Это 3 на территории города Щелково, по 2 в Африаново, Огуднево, Медвежьих озер и по одной купели в Монино, Гребнево, Загорянском и Северненском сельском поселениях. В местах проведения купаний будут оборудованы места для переодевания, а покривая раздача горячих напитков. Центральная операция у нас начнется на территории городского парка культуры отдыха начала 20.00. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.